Доброе утро, коллеги! С вами Исааков Роман и это ежедневный обзор основных инструментов валютной пары индексов на предстоящий день. Вторник, 4 июля. Напомню, что сегодня день независимости в США, поэтому американские площадки будут закрыты и ликвидность на рынке будет ниже, чем обычно. Но, тем не менее, давайте посмотрим, что у нас на текущий момент происходит на рынке. По паре евро-доллар, то, что мы отмечали вчера, те уровни, которые у нас были зафиксированы в пятницу, это отметка 1.1390 по паре евро-доллар. Вчера преодолели данную область и на текущий момент мы видим в рамках часового таймфрейма по паре евро-доллар формирование нисходящего коррекционного движения. Вполне вероятно, что мы можем скорректироваться до отметки 1.30 и уже с этих уровней возобновить следующий импульс на укрепление евро по отношению к американскому доллару в области 1.15-1.16. На текущий момент мы находимся в коррекции. Если говорить о подтверждении восходящего движения, то на текущий момент важный уровень находится на максимумах, которые были вчера. Вполне возможно, что коррекция продлится еще несколько дней и эти уровни мы будем обязательно отслеживать в рамках наших следующих обзоров. Пара британский фунт и американский доллар также пытаются корректироваться. Вчера делали попытки закрепиться ниже области 1.29-42, что в свою очередь пока нам говорит о коррекции и по данной паре. Вполне вероятно также, что коррекция может быть в области 1.28 и уже с этих уровней продолжение роста британского фунта. Но на текущий момент, если говорить о покупках, то пока нужно взять паузу до завершения данной коррекции. Ближайший разворотный уровень по паре британский фунт и американский доллар находится на максимальных значениях, которые были вчера и в пятницу. Пара австралийский доллар и американский доллар ушла вчера в коррекцию. То есть также мы видели максимальное значение 30 июня в пятницу. И, собственно, вчера закрепились ниже минимальные значения этой торговой сессии. И сегодня уже в качестве подтверждения мы видим, что пара торгуется в области отметки 76.04. В свою очередь сейчас по австралийцу также началось восходящее движение, нисходящее, прошу прощения, коррекционное движение. Я напомню, что мы подошли к важной отметке, это область 77, преодолеть которую не можем уже достаточно давно. Но и на текущий момент назрела коррекция в рамках последнего восходящего движения. Поэтому по данному активу будут интересные покупки, также в сторону основного тренда, но уже по завершению данного коррекционного движения. Ближайший разворотный уровень по паре австралийский доллар и американский доллар находится на максимуме, который был вчера, отметка 76.94. Безусловно, для входа в рынок на покупку наиболее интересная ситуация, при которой мы сможем войти по более низкой цене. Поэтому будем отслеживать, докуда продлится эта коррекция и когда она завершится. Пара американский доллар и японская иена вчера обновила локальный максимум и доходили до значений 113.47. Поэтому на текущий момент коррекционное восходящее движение для более крупного таймфрейма продолжается. Пока о продажах мы не говорим, так как тенденция пока идет на укрепление. А ближайший разворотный уровень по данной паре находится в области минимальных значений, которые были на прошлой неделе. Это отметка 111.76. После преодоления данных уровней мы можем говорить уже о первых продажах по данному инструменту. По следующему движению уже в области 108 по паре американский доллар и японская иена. Канадский доллар также вчера остановился. Не смог вчера обновить локальные минимумы, которые мы видели на прошлой неделе. И делает попытки закрепиться выше максимальных значений четверга, прошу прощения пятницы, отметка 1.30. Если это удастся сегодня или в ближайшие несколько торговых сессий по данной паре, то тогда уже будет подтверждение коррекционного движения. Начало коррекционного движения, которое также может быть в область 1.31 и уже с этих уровней продолжение нисходящего движения по данной паре. По паре еврофунт ничего интересного не происходит. Стоим также в достаточно узком диапазоне. Мы видим, что евро, рост, фунт, рост сейчас они оба уходят в коррекцию. Это безусловно отражается на данном инструменте. И если говорить о продажах, то преодоление отметки 87.56, это минимум, который был вчера, откроет дорогу на следующее нисходящее коррекционное движение по данной паре. Но пока основной тренд, основное направление остается на укрепление данного актива с ближайшими целями в области 0.90. По золоту вчера мы видели следующий нисходящий импульс. Доходили до минимальных значений 1.218 долларов за тройскую унцию. Это локальные минимумы, которые у нас были зафиксированы в начале мая. Преодоление данной отметки и закрепление ниже этих уровней в рамках дневного таймфрейма уже откроет дорогу на движение в область 1.194 доллара за тройскую унцию. Вполне вероятно, что от этих уровней мы сможем получить следующую точку для продолжения роста по золоту. Но пока тенденция снижается и пока говорить о покупках здесь рано. Ближайший коррекционный уровень по данному активу мы можем отметить на максимальных значениях, которые были в пятницу. Это отметка 1.248 долларов за тройскую унцию. Вполне вероятно, что локальные уровни будут сформированы, но чуть позже. Будем за этим наблюдать и отслеживать. Нефть марки Brent продолжает свое восходящее движение. Вчера также обновили локальные максимумы. Ближайший коррекционный уровень на текущий момент находится на минимуме, который был вчера. Это отметка 48.34. В рамках дневного таймфрейма мы видим коррекцию, которая может дойти до области 51.52 и уже с этих уровней продолжить свое нисходящее движение. Отмена данного сценария для старшего таймфрейма, соответственно, для дневного, будет в том случае, если нефть может преодолеть отметку 54.51. По индексу DAX. Вчера мы также не увидели обновление локальных минимумов. Индекс несколько замедлил свое падение, которое мы видели до этого. Но я напомню, что индекс DAX подошел к локальным максимумам и была преодолена отметка минимальных значений с середины мая. Это отметка 12.520. Что, в свою очередь, нам может говорить о начале коррекционного движения в рамках уже среднесрочного таймфрейма. Поэтому на текущий момент, если говорить о покупках, то пока только преодоление отметки 12.730 по индексу DAX позволит говорить о покупках. На текущий момент приоритет пока остается за продажами. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. Всем желаю хорошей торговой недели. Напомню, расписание торговли валютных пар на сегодня вы можете посмотреть на сайте Admiral Markets в разделе новости. Там данная информация представлена. Как будут торговаться валюты, сырье, индексы, чтобы быть в курсе, когда имеет смысл открывать сделку. Итак, коллеги, всем спасибо за внимание. С вами был Исаков Роман. И увидимся на следующих обзорах.